Привет, друзья! Это видео записываю я с целью показать вам качество, которое выдает вот эта продативная видеокамера FlipVideo, которая у меня сейчас стоит примерно в метре от меня. Недавно только она мне с ebay пришла. Очень такое простое устройство, где-то в буржуйском интернете попалось мне на глаза. То есть гениальная идея. Просто устройство с одной кнопкой нажал, записал, нажал другую кнопку, выскочил USB-штекер, вставил его в компьютер, у тебя видео сразу в нормальном формате, нажал кнопку, оно на YouTube. То есть кто не хочет заморачиваться с такими видеокамерами, которые пишут на кассеты, которые пишут на карточке в непонятных форматах, которые потом еще нужно полчаса перекодировать, вот это для людей, которым нужно мобильное видео. Взял с собой на тренировку, с собой куда-то на конференцию, с собой, вот прям перед собой поставил, когда нужно что-то быстро записать, нажал кнопку, записал, выложил. Но компромисс, конечно, здесь налицо. Качество будет не такое хорошее, как у больших камер. Здесь нет нормального зума. Фокусировка, точнее фокусировка, глубина резкости фиксирована. То есть если я, допустим, передвину камеру очень близко к себе, изображение получится размытым, и я уже не смогу навести резкость, да. Ну и там по мелочи есть еще, конечно, недостатки. Но в целом, как вот именно портативное устройство, мне кажется, это хорошая идея. И если вот у вас есть такая потребность, когда нужно быстро записывать видео и не заморачиваясь, закидывать их на компьютер, закидывать на YouTube, то хорошее решение. Работает оно от двух пальчиковых батареек и бывает с разным объемом памяти. У меня вот вариант на 120 минут записи, то есть это, по-моему, 8 гигабайт здесь встроено. Бывает на 4 гигабайта. Вот у меня сейчас eBay прям открыт. И здесь они идут от 35 долларов за самый простой вариант с 2 гигабайтами и до 170 за новую с 8 гигабайтами. То есть буквально за 5000 можно получить вот такую видеокамеру, которая снимает 2 часа видео и можно быстро все скидывать на компьютер. Так, саму камеру, к сожалению, показать не могу. Вот на коробке можете посмотреть. Ну и, естественно, вывожу фотку в саму заметку. Я лично, например, взял ее для того, чтобы записывать вот такие короткие заметки. Иногда бывает очень долго писать текст, проверять его, выкладывать. Проще рассказать именно словами, показать какое-то устройство, которое вот мне пришло, например, еще одно устройство, о котором расскажу в следующей заметке. Мне проще показать именно, чем расписывать, писать эту заметку, проверять на ошибки, выкладывать и так далее. Вот такая заметка, такой обзор вот этого устройства. На этом все. С вами был Евгений Попов. Увидимся! Спасибо! Спасибо!